Всем привет! Вы на канале группы компании CAREX и сегодня я вам расскажу о такой модели парочистителя как SC4 В линейке их много Есть модели начального уровня, ручные Есть аппарат SC2, который в принципе неплох для дома, но и имеет ряд недостатков Так вот, модель SC4 это первый парогенератор в линейке KERCHER который имеет полноценный долив воды и имеет отдельный резервуар для ее долива Принцип такой же как и у модели SC2, то бишь это компактное устройство которое имеет отдельный шланг на подачу пар в 2,5 метра Но главное отличие от младшей модели, скажем, это возможность долива воды во время работы Воду вы наливаете здесь уже не непосредственно в котел, а льете в съемный резервуар Воды сюда помещается 800 мл В чем это преимущество? Да в том, что вы не ограничены во времени работы Если вам, к примеру, надо сделать какую-то глобальную уборку, вы не ограничены в литре воды, к примеру А изначально вы имеете уже литр 300 воды в аппарате и открытый резервуар, который вы можете подливать воду во время работы не выключая, не делая паузу, не тратя ваше время Здесь уже есть отдельные клавиши включения и выключения аппарата Есть два индикатора Зеленый говорит о том, что аппарат готов к работе, как в данном случае котел нагрет И вот красный, в данном случае индикатор горит, сообщает нам о том, что необходимо налить воды Ставим резервуар на место и аппарат готов Давление здесь рабочее 3,5 бара Воду греет он за 4 минуты Комплектация стандартная Соответственно, это комплект для уборки пола Модель в данном случае называется SC4 Easy Fix Это говорит нам о том, что крепление напольной обтяжки идет уже на липучках Что значительно удобнее, нежели на предыдущих моделей Насадка стала более широкая Плотно, скажем, прилегает она к покрытию И значительно удобнее вам будет пользоваться Две обвинительные трубки, которые вы можете использовать по своему назначению Либо напрямую надевать насадки на пистолет Либо, как в данном случае, использовать для того, чтобы мыть полы Вторая насадка, это идет сопло точечное На которого вы надеваете щетку Также есть ряд дополнительных насадок, которые можно здесь использовать Но они уже будут докупаться отдельно Щеточка жаростойкая, щетина достаточно жесткая Прекрасно подойдет для межпыточных швов Что-то где-то потерять, почистить Скажем так, оказать механическое воздействие И третья насадка, это ручная Щетина здесь также жаростойкая На ваше усмотрение, что-то где-то потереть Пропарить ковры Что-то присосшее, к примеру, жир от фартука Можно будет поотмывать горячим паром Если надеваете обтяжку, то вы уже можете собирать грязь с ковров, с мебели Тот жир, который вы, к примеру, очистите от кафеля Можно с помощью этой тряпочки пособирать Тряпочка одна, отдельно докупаются они наборами Давайте покажу вам аппарат действия Я считаю, что если аппарат рассматриваете для комплекса наборки дома То, как минимум, надо рассматривать модель SC2 Но все-таки SC4, как я уже говорил ранее, она будет значительно удобнее в работе В том плане, что не надо думать, когда у вас закончится вода Залили воды в котел, включили парогенератор Моем полы Распариваем тряпку Протираем Здесь есть регулятор подачи пара Максимальное значение, среднее значение И так называемая защита от детей Но защита, скажем, не только от детей Крайне рекомендуем всегда ее ставить, если вы меняете насадки Дабы случайно не нажать на клавишу подачи пара и не ошпариться Температура в самом котле достигает порядка 140 градусов Но в пятне контакта, в зависимости от насадок, она будет парироваться в районе 100 градусов Надеваем щеточку Чистим межпыточные швы Грязь просто мгновенно выходит из швов Выбирается наружу И тут варианта два Либо использовать ручную насадку со стяжкой Ее пособирать Если, скажем так, не хотите ее ворать И вам, допустим, удобнее пользоваться какой-то там своей тряпочкой Которой больше доверяете Можете пособирать Тряпки потом можно либо мыть под краном тепловодой Ну и, конечно, для большего эффекта необходимо стирать в машинку Единственное, что можно отнести к расходникам данного аппарата Это антинагипин Если вы используете аппарат в регионе с жесткой водой То производитель также рекомендует смешивать ее 50 на 50 с дистиллированной водой Если используете в регионе с мягкой водой Все равно не стоит забывать о промывке котла Так как температура кипения высока И в любом случае через какое-то время потребуется его промывка В инструкции производитель рекомендует делать это после каждых 10 чистых Делается все предельно просто Открывается котел Засыпается туда специальное средство Заливаете водой Оставляете на ночь 8-10 часов постоять С утра просто выливаете воду Промываете чистой водой И вуаля, котел как новый Продолжение следует... Продолжение следует...